Здравствуйте, меня зовут Олеся Юрьевна Габрильян. Сегодня вам расскажу о таком виде искусства, как стрит-арт или уличное искусство. Если говорить об истории и начале времен, то стрит-арт имел свои корни чуть ли не в палеолите. Люди еще создавали рисунки в пещерах, изображали в животных, сцены охоты. Человек всегда стремился выразить себя. И к 20 веку уличное искусство приобрело другой характер. И если говорить о том граффити, которое в основном люди воспринимают, видят, то это Америка 70-х, 60-х годов даже. И это зародилось еще в Филадельфии, когда были определенные районы, так называемые гетто, где наносились надписи на стены. И в основном люди тиражировали свое имя. В интервью Queen Tribune, исполнительный директор Музея искусств Queen's Museum of Art в Нью-Йорке Том Финкельперл однажды сказал, что публичное искусство – это лучший способ для людей выразить себя в этом городе. Искусство открывает диалог, и это очень хорошо. Однако эксперт подчеркнул, что не считает граффити искусством. Он говорит, я не могу потворствовать вандализму. Меня действительно расстраивает тот факт, что некоторым людям нужно писать свое имя снова и снова в публичном пространстве. Я действительно считаю прискорбным то, что они видят это единственным способом стать знаменитым. Так, американский эксперт, который помогает организовывать общественно-сознательные художественные выставки в США, отозвался о так называемом Никнейм Райзинг – направление в стрит-арте, когда художник просто тиражирует свое имя в городском пространстве. Говоря об истоках стрит-арта, нельзя не упомянуть такое явление, как пишасау. Это художники из Бразилии, также их называют пишадорис. Они наносили свои надписи обычно в трудонаступных местах, за ними охотились, гонялись. Их рисунки носили нелегальный характер. Это явление существует до сих пор. Художники друг другу не мешают. Те, кто наносит обычные граффити, и те, кто наносит пишасау. Я вам хочу рассказать об одной из самых распространенных форм уличного искусства, традиционной или мюрал. С английского это означает настенная роспись. Ее вы можете увидеть на многих площадках нашего города, а также мира. Изображение наносится на поверхность всей стены. Обычно оно видно издалека и не требует какой-то подготовки для его восприятия. Также мюрал может стать элементом как интерьера, так и экстерьера. Также я бы хотела отнести к традиционной форме трафарет. Изображение, нанесенное на стену или другую любую поверхность с помощью валика или кисти, либо спрея с баллончиком. Сейчас на один из самых, наверное, известных художников, которые используют трафарет в Бэнксе. Есть еще такой вид искусства, как стикер. Самодельная наклейка, либо отпечатанная в типографии наклейка с изображением, которая может нести абсолютно любой посыл. Приклеивается на любую поверхность, отличается сравнительно небольшими размерами. Не могу не упомянуть мозаику. Зачастую художники тоже ее используют, но обычно это носит не массовый характер, так как это достаточно трудоемко и это нельзя сделать буквально за пять минут. Также одним из видов уличного искусства можно назвать видеопроекцию. Изображение проецируется с помощью проектора на какую-либо стену, поверхность. Также этому направлению искусства способствуют фестивали, к примеру, круг света, который проходит уже не первый год в Москве. Уличная инсталляция — это быстро растущее направление в уличном искусстве. Инсталляция использует трехмерные объекты, либо другие формы вмешательства в городскую среду. Деревянные таблички — это еще один вид уличного искусства. Он подразумевает под собой использование деревянных дощечек, либо фанеры, либо другого недорогого материала и обычно прикрепляется к уличным знаком с помощью болтов. Болты согнуты сзади, что предотвращает их снятие. Одной из самых известных надписей 20 века была надпись «Here was Kill Ray». Здесь был Kill Ray. Она посвящена солдату, который участвовал во Второй мировой войне. Скорее всего, за этой надписью стоял не один человек, а несколько. Вот эта надпись является одной из самых известных. В одном из американских городов сделана гравировка этой надписи, и она является на данный момент официально признанным объектом искусства уличного. Хочу упомянуть такое явление, как флэш-моббинг. Группа людей собирается на улицах, площадях, и они организуют так называемый флэш-моб. Это может быть приурочено какому-то мероприятию, юбилею. Для того, чтобы прийти и собраться, используются социальные сети. Уличное вязание или ярн-бомбинг — это свежее веяние в уличном искусстве. Вязаные красочные объекты надеваются на те или иные предметы городского пейзажа. Пришло к нам это веяние из США, штат Техас, где техасские вязальщики имели определенные заказы, но эти заказы не были востребованы и у них осталась пряжа. И таким вот образом они упустили вход и украсили свой город. Отдельно хочется упомянуть такую форму стрит-арта, как дополнение окружающей среды. Это когда те или иные элементы окружающей городской среды становятся частью арт-объекта. Одним из активно использующих этот прием является французский стрит-арт-художник Ок Ок. Стрит-арт в Москве, впрочем, не отстает от мировых тенденций и вышел на большую арену. На винзаводе с 2010 года действует проект «Стена», в котором принимают участие лучшие граффитчики, преимущественно из Москвы, регулярно создающие новые работы поверх старых. С августа по октябрь 2018 года тут проходила третья биеннале искусства уличной волны «Артмосфера». На территории арт-плей также периодически происходит обновление уличных декораций, проводятся мероприятия, вносящие вклад в московский стрит-арт. К примеру, осенью 2018 года совместно с компанией Disney тут провели граффити-баттл в честь 90-летия Микки Мауса. На одном из зданий на территории арт-плей появилась новая работа, сделанная художниками Евгением Чесом и Дмитрием Левочкиным. Голова Микки в виде черно-белых геометрических форм, которые в свою очередь меняют восприятие формы сооружения, на котором она изображена. Новое арт-пространство «Авиатор», расположенное на территории бывшего авиационного завода, теперь тоже достойно внимания любителей стрит-арта. Буквально летом 2018 года на конкурсной основе были выбраны граффити, украсившие теперь обживаемую креативными людьми территорию. Летом 2018 года в рамках проекта «Атриум» стены торгового центра были превращены в произведения уличного искусства несколькими гениальными стрит-арт-художниками из разных стран. Независимо от того, является стрит-арт искусством или вандализмом, оно сумело завоевать сердца зрителей-поклонников по всему миру и ценителей красоты. Субтитры создавал DimaTorzok